В начале сентября Human Rights Watch опубликовала 117-страничный доклад о положении мусульман Суар в Синьцзянь уйгурского автономного района, восточного Туркестана, находящегося под китайской оккупацией. В докладе под названием «Искореняя идеологическую заразу, репрессии китайских властей против мусульман в Синьцзяне» представлены факты массовых произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения, а также тотального контроля за повседневной жизнью мусульман Суар. Все факты, приведенные в докладе, добыты в ходе бесед с непосредственными очевидцами произвола китайских властей. 13-миллионное мусульманское население тюркского происхождения в нарушении международных норм о правах человека подвергается в Суар принудительному политическому индоктринированию, коллективному наказанию, ограничением на свободу передвижения и коммуникации, все более жестким ограничением на религиозную практику и тотальной электронной слежке, говорится в докладе. Произвол китайских властей в Синьцзяне по своим масштабам не имеет аналогов за последние десятилетия, говорит Софи Ричардсон, директор Human Rights Watch по Китаю. Активизация репрессий в отношении мусульман Суар началась еще в 2014 году, после того, как китайские власти развернули кампанию под названием «Мощный удар». Но с конца 2016 года, после того, как в Синьцзянь был переведен из Тибета, секретарь Компартии Китая Чэнь Чюаньго, произошла резкая эскалация напряжения. С тех пор количество массовых произвольных задержаний беспрерывно нарастает. Людей отправляют как в официальные следственные изоляторы и тюрьмы, так и в так называемые «лагеря политического перевоспитания». По независимым заслуживающим доверия оценкам, в политлагерях находится порядка миллиона человек. Там мусульмане тюркского происхождения учат китайский, привыкают славить Компартию и осваивают касающиеся преимущественно их правила. Тех, кто не желает учиться или не показывает хороших результатов, ждет наказания. На воле уйгуры в Синьцзяне подвергаются таким чрезвычайным ограничениям, что во многих отношениях их жизнь не слишком отличается от лагерной. Передвижения произвольно ограничиваются административными мерами, блокпостами и практикой изъятия паспортов, которые затем хранятся в полиции. Идет постоянное политическое индоктренирование, включая обязательное присутствие на церемонии поднятия китайского флага и на собраниях по политвоспитанию или осуждению неправильных проявлений, а также посещение вечерних школ китайского языка. Беспрецедентный уровень контроля за религиозной практикой равносилен фактическому запрету ислама в регионе. Население Суар постоянно подвергается всепроникающей слежке. Власти поощряют взаимные доносы соседей и задействуют самые современные технологии тотальной электронной слежки с использованием QR-кодов, биометрической информации, искусственного интеллекта, шпионских программ в смартфонах и больших данных. К слежке привлечено больше миллиона чиновников и правоохранителей, вплоть до таких методов, когда прикрепленный куратор должен регулярно навещать своих подопечных по месту жительства. Примечательно, что в последние годы правозащитники по всему миру высказывают недоумение по поводу игнорирования властями мусульманских стран, происходящего на территории Восточного Туркестана. Кроме того, правозащитные сообщества отмечают участившиеся в выдаче политических беженцев уйгуров Китаю, такими странами, как Египет, Малайзия, Турция и Пакистан. То есть мусульманские страны предпочитают сотрудничество с Китаем, безопасности своих бежавших от жесточайших преследований единоверцев.